А можно меня отключить? Отключите, Дима. Два Димы рассказали нам про опыт большой компании во всем мире, а я расскажу про опыт маленькой компании в одной стране. Постараюсь быть максимально конкретным и на конкретных примерах, как будто вы мне задали вопрос, Сергей, расскажи нам историю, как вы открыли компанию в Великобритании и что вы делали. А я вам расскажу. Можно вопрос, а кто из присутствующих открывал юрлицо за рубежом и оперирует на зарубежных рынках? Окей. А кто собирается? Ага, спасибо. Тогда я буду про практические вещи тоже говорить, поскольку много интересующихся. Для начала, как все началось? Оп, оп. А можно как-то? О, оп, оп, да. Все, нет. Все, работает. Отлично. Был у нас трое знакомых. Моя знакомая давно живет в Лондоне и работает фрилансером-дизайнером. У меня есть российская компания, которая занимается разработкой сложных интернет-проектов. И они ко мне обращались регулярно за помощью, дать каких-нибудь верстальщиков, там кого-нибудь, чтобы сверстать и сделать сайтик. Мы так какое-то время посотрудничали, а потом решили, почему бы нам не открыть веб-студию в Великобритании. Я, например, Лондон очень люблю, я там учился когда-то. И мы решили это сделать. Разумеется, когда мы начали открывать, мы прежде всего изучили рынок и решили посмотреть, чем стоит заниматься. Методом тайного покупателя мы разослали несколько предложений в порядка 30 разных студий, сравнили их предложения, посмотрели, как вообще рынок устроен. Но могу сказать, что рынок на самом деле достаточно похож на российский. Вот что для российского рынка характерно, как считаете? Если говорить про сторону покупателя и сторону продавца, кто правит российским рынком веб-разработки, покупатель или продавец? Конечно, российский рынок — это рынок продавцов, потому что есть огромный разброс цен. Вы знаете, что на один и тот же проект разные студии в десятки, а то и в сто раз разные цены предложат. Это один признак. Второй признак — это что российские студии, как правило, не очень дорожат продажами, не очень дорожат клиентами. Я делал два назад от имени своей компании, кстати, исследованный клиент-ориентированности веб-студии, может быть, слышали про это. И выводы были такие, что большинство студий на пришедший лид не пытаются его сконвертировать в продажу, в общем, не перезванивают, не добивают, не дожимают и так далее. Как ни странно, в Великобритании то же самое. Огромный разброс студий, большое количество очень дешевых фрилансеров, в основном индусов, приехавших в Великобританию. Это популяция индусов огромная на острове, там их очень много. Они начинают с цены от 200 фунтов за сайт. Фунт, кто не знает, это немножко дороже, чем евро. Ну, то есть там плюс-минус только же. И также есть, конечно, дорогие студии, вплоть до очень дорогих, у которых там от миллиона начинается за проект с очень крутыми дизайнерами и именитыми. Но, как правило, если речь от простудии, то это от 10-20 тысяч фунтов за корпоративный сайт. И мы увидели некую нишу между этими двумя пограничными вещами. Потому что дорогие студии не всем по карману, есть большое количество заказчиков, которые хотели бы дешево. А фрилансеры, поскольку они представлены в основном индусами, я вообще к Индии очень хорошо отношусь. У меня есть много хороших друзей индусов, но у них есть характерная такая черта. Они к работе относятся очень, можно сказать, философски, можно сказать, легкомысленно. В общем, если пообещали и не сделали, то это не их проблема, а просто жизнь так сложилась. И это для них очень типичная ситуация. Типа, не получилось, ну, значит, такова судьба. Мы решили быть студией хорошей и надежной, при этом недорогой. Что мы делали дальше? Значит, во-первых, регистрация компаний для тех, кто собирается открыть юрлицо за рубежом, в частности Великобритании. Сама регистрация происходит очень просто. Онлайн, никуда приезжать не нужно. Нужно иметь какой-нибудь адрес Великобритании, куда придет по почте некоторые бумажки с паролями. Все остальное приходит через gov.uk. Отличные госуслуги Великобритании, один из лучших мировых образцов. Через это все происходит. Значит, компании можно сделать, наверное, одно из трех видов. Есть понятие solid trader. Это что-то типа нашего ИП. То есть это человек, отдельно взятый один, который оперирует, делает некую бизнес-активность, своим имуществом отвечает по своим договорам, платит налоги с того, что заработал. Следующий вид типичный – это limited company. Это типа нашего ООО, общество с ограниченной ответственностью. Компания, у нее обязательно должны быть директора. Это сложнее отчетность, чем sold trader. Но при этом уже компания отвечает по своим обязательствам, ее учредители не отвечают. И есть еще нечто среднее – это вид партнершип. В России такого нет. Это несколько ИП, соединенные в одно партнерство. Они отвечают своим имуществом по обязательствам. У них проще отчетность, чем у limited company. Но это достаточно типично. Есть несколько друзей, которые собрались сделать какое-нибудь дело. Мы открыли limited company для того, чтобы сразу иметь возможность работать, в том числе, кстати, с госзакупками. И повторюсь, регистрация происходит очень просто. Открытие счета происходит совсем не так просто. Если зарегистрировать компанию, нужно буквально 100 фунтов и несколько минут времени на онлайн, то чтобы открыть счет, нам пришлось обойти довольно много банков. Потому что банки говорили, что какие-то русские ребята, у нас один из учредителей, тогда еще не был гражданином Великобритании, теперь уже стал, жил в Великобритании давно, остальные просто русские. Банки смотрели на нас косо, тем более, что это был начало 2015 года. Как раз все было достаточно подозрительно. В итоге мы открыли в испанском банке «Сентандер», естественно, в его великобританском отделении, счет. Все остальное точно так же происходит онлайн. Онлайн управление счетом и так далее. Вообще наши российские интернет-банки гораздо более продвинутые, чем большинство европейских. Могу так сказать. Дальше. У нас нет сотрудников. Мы платим российским фрилансерам, российским ИП напрямую по счету с Банка Великобритании. Это происходит для нас просто достаточно и безболезненно. Российское лицо выставляет счет, мы этот счет оплачиваем. В России ИП, понятно, платят налоги. Физлица, по идее, должны платить налоги, но это уже их забота, что они делают. Для нас это все косты, которые списываются на расходы. С точки зрения налогообложения в Великобритании все очень просто. Они убрали все прогрессивные шкалы два года назад. Теперь это 20% от прибыли. Очень простой налог, 20% от прибыли. Не считая, естественно, дивидендов, то есть это выручка минус расходы. И с дивидендов дальше уже частные лица, когда получают дивиденды как основатели, платят налоги. Это уже более сложная схема, но это зависит от того, являетесь ли вы налоговым резидентом Великобритании или нет. Ежегодно компания должна сдавать несколько видов отчетности. Одна из них сдается в так называемый Companies House. Это что-то типа регистрационного подразделения нашей налоговой, которое занимается именно регистрацией. В нем фигурирует информация о том, менялись ли учредители компании, менялись ли директора компании, что компания делала этот год и так далее. А другое сдается в HMRC. Это налоговый орган. Her Majesty's Revenues and Customs. Доходы и налоги, и таможня Ее Величества. Которые являются налогообложением. Все делается онлайн через GovUK. Вообще в Европе и Великобритании принято пользоваться услугами профессионалов и нанимать юристов для заключения договоров и соглашений, аккаунтов, бухгалтеров для сдачи всей этой отчетности. Мы не стали этого делать и в целом вроде неплохо разобрались во всем сами. Я говорю вроде, потому что нам пока не приходило никаких претензий по сданной нами отчетности. Это не значит, что не придет в будущем. Компании полтора года, поэтому пока рано утверждать. Услуги бухгалтеров стоят, наверное, от 500 фунтов в год за очень простую отчетность, если это ваш друг и подружбе он оказал вам эту услугу, до нескольких тысяч фунтов в год, если это нормальное обслуживание бухгалтерами маленькой компании. Мы решили этих расходов избежать. Дальше. Самое главное, самое интересное, что мы, собственно, делаем. Мы пробовали несколько способов продавать в Великобритании местным клиентам. Во-первых, я сразу скажу, что в Великобритании очень много русских, и у нас есть достаточно заметный нетворк среди русской диаспоры в Великобритании, поэтому где-то примерно половина наших клиентов – это представители компаний, основанных русскими, и какие-то около русские компании там за рубежом. Мы попытались освоить разные способы привлечения клиентов в холодную, не через знакомых. Попробовали следующее – онлайн-привлечение. Через AdWords и Facebook мы старались выстроить воронку, когда человек приходит, указывая, какой у него есть сайт, или какого сайта у него нет, то есть какой у него бизнес, какая у него потребность. И мы ему давали некую бесплатную консультацию, предлагали по поводу того, что ему сделать, потом намереваясь конвертировать это в продажи. Конверсий в продажи было мало. По-моему, два проекта мы в итоге сделали, как бы довели до проектов. Не знаю почему, возможно, нам не хватило масштаба, потому что мы довольно маленькие. Если бы мы забирали более большим масштабом, то это, может быть, работало бы лучше. В отличие от того, что сказал Дима раньше, для нас Facebook работал, наверное, лучше, чем AdWords, и дешевле. Мы старались выискивать там очень узкие аудитории, в том числе использовали таргетинг по должности человека, рубили мелкими сегментами, смотрели, где эффективнее работает, пробовали разные картинки на разные сегменты. В целом привлекали, честно говоря, конкретных цифр сейчас не скажу. Но, может быть, там за 1-2 фунта привлекали контакт, с которым дальше, соответственно, можно было как-то работать. Довольно дешево. Партнерство и бартер. Мы сделали пару сайтов по бартеру за рекламу в местных газетах и СМИ, и оттуда пришло какое-то количество клиентов. Этот канал в целом работает. Но, наверное, его можно отнести частично к нетворку. Активные продажи по сегментам. Мы старались выделять разные сегменты компаний, бизнесов, в которых плохо развито интернет-направление. Например, у нас был такой сегмент, там люди, оказывающие бытовые услуги, которые налаживают там газовые котлы, сантехнику и так далее. Они все стремятся иметь сайты, но они ужасные. Мы с ними контактировали и старались убедить их, что им нужен хороший сайт. Сработало плохо, потому что очень низкая конверсия, очень низкая эффективность. Нужно было или сваливаться в массовый спам, чего нам по этическим соображениям делать не хотелось, или, соответственно, мы эту работу сейчас прекратили, потому что индивидуальный подход в таком способе продажи очень дорогой. Ну и самый главный канал – это, конечно, связи. Это нетворк, это знакомство, это когда вас рекомендуют, и через этот канал к нам пришло больше всего реальных заказов, и именно расширением связей, наверное, стоит в первую очередь заниматься. С точки зрения производства. Тут все очень просто. Как я сказал, у меня есть российская компания, которая занимается разработкой проекта на российском рынке, и мы, собственно, ее же ресурсы используем для тех проектов. Очень важный момент – это все тексты выверять с помощью native speakers. Никакой человек, хорошо знающий английский, русскоязычный человек, переехавший даже в детском возрасте в Англию и живущий там всю жизнь, не сможет составить вам текст настолько хорошо, насколько это сделает качественный native speaker. Есть отличный сервис Wordy.com, куда можно отправить свой текст, заплатить немножко денег, и через пару-тройку часов придет текст, откорректированный профессиональным корректором. Есть еще более бюджетный вариант – это Fiverr. Знаете, там такой сервис, там куча людей предлагают всевозможные услуги, в том числе услуги по корректуре, но там похуже качества. Ну, еще у нас есть свой хостинг, который мы предлагаем клиентам. Это тоже, на самом деле, интересный момент. Оказывается, в Европе огромное количество людей пользуются какими-то жутко дорогими, кривыми, странными хостингами. Мы, наверное, несколько десятков знакомых перевели с хостингов, где они платили по 50 евро в месяц, ни за что абсолютно. На наш сервер они нам платят сильно меньше, по качеству получается сильно лучше. Ну, вот, собственно, все. Короткая наша история. Как я сказал, эта история не завершенная, она продолжается. Честно говоря, ни для кого из основателей этот бизнес не является основным, потому что у меня основная российская компания, у моих партнеров там они делают интересный стартап, но как такой второй бизнес, это интересный опыт, периодически возникающие проекты, поэтому мы с удовольствием это дело поддерживаем и развиваем. У нас даже осталось чуть-чуть времени для вопросов. Спасибо, Сергей. Тут как раз вопросов не так много, но вопросы, что необычно, про Великобританию. Подробнее про договоры вкратце расскажите. Это, видимо, здесь идет о договорах. Да, расскажу. Про договора, во-первых, с клиентами. У нас это сводится к коротенькому документу, в котором мы пишем, ну мы один раз это написали, записали, что права переходят к заказчику и так далее, всякие пункты про то, такие обычные пункты для договора. В целом даже этот договор многим не нужен. То есть люди очень часто говорят, инвойс просто выставляет нам счет, все, по счету мы оплачиваем работы, там если предоплата, предоплата, если постоплата, постоплата. Мы, кстати, обычно работаем по 50% предоплате, фиксируем объем, соответственно, проекта, говорим 50% вперед, 50% потом. И мало кто про договор волнуется. Но, тем не менее, мы, сделав какое-то количество проектов без договора, потом решили все-таки для собственного больше спокойствия эту бумажку писать. В ней мы прописываем, например, что мы даем год бесплатного хостинга, еще что-то, еще что-то, для того, чтобы потом просто этих вопросов не возникало. Договор между UX-Лофт, как компанией, российскими лицами-разработчиками, его тоже нет, это тоже оплата по инвойсу. Они выставляют инвойс, и на основе инвойса происходит оплата. Вопросы про, сколько проектов сделали за полтора года в UK? Примерно. Ну, примерно 15-20. То есть мало довольно. Все это простые сайты, в общем, мы не особо сложными не занимаемся. Как осуществляется управление проектом? В какой стране находятся менеджеры проекта? Из тех трех лиц, которые были на первом слайде, я в основном в Москве, девчонки в основном в Лондоне, они больше контактируют с клиентом и выполняют роль аккаунт-менеджера. Я больше контактирую с разработчиками и выполняю роль технического директора, производственного менеджера и так далее. Опять же, поскольку проекты достаточно обозримые и простые, обычно мы начинаем с того, что с клиентом обсуждаем, что нужно, иногда созваниваемся по скайпу все вместе, после этого делаем, после этого обсуждаем, что получилось, после этого корректируем, все, конец. Есть ли рекомендованный процент прибыли от оборота с точки зрения UK? Сложно сказать. Я могу сказать, сколько у нас получается. Примерно, наверное, процентов 70 у нас идет на затраты, процентов с 30 мы платим, соответственно, налог. Примерно так. Но я не могу сказать про какую-то общепринятую практику. Объединю два вопроса. За сколько продавали сайты? Какой средний чек? Как отличается маржинальность от российских проектов? По моему опыту маржинальность похожая получается. Единственное, что, опять же, по моему опыту, там у нас проекты мельче, чем здесь обычно у меня в России, поэтому с точки зрения чисто продажи, цена продажи получается выше в стоимости проекта. Средний чек там от 2-3 тысяч фунтов до 8-10 тысяч фунтов, но это один раз у нас такое было, большой, сложный проект. Пару проектов мы делали, как я говорил, по бартеру. Один проект мы делали почти бесплатно для благодарительного фонда «Подари жизнь» для его зарубежного отделения европейского. Вот, как-то так. Ну, тут идут много еще финансовых вопросов. Я думаю, что мы их оставим все-таки на круглый стол. Ребята, чтобы немножко время сократить. Самые, вот еще два вопроса небольших. Это за какой клуб болеем в премьер-лиге? И на какой CMS делаете сайт? Я не фанат спорта. Точнее, я увлекаюсь только парусным спортом. Поэтому этим в Лондоне тоже хорошо заниматься. Премьер-лига не мое. Мы делаем большинство сайтов на WordPress, используя его как платформу, а не как место, куда можно запихнуть кучу плагинов и получить нечто неподдерживаемое и так далее. Bittrex24 мы используем для себя и порекомендовали паре компаний, с которыми мы работали. Хорошо. Вопросы, связанные с качеством и выплатами в Россию, мы оставим тогда на круглый стол. Отдельно озвучим их. Спасибо, Сергей.